Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем делать квашеную капусту только немного необычным способом. Ее еще называют пелюска. Она будет красивого, такого яркого фиолетового цвета у нас. Для этого понадобится капуста. У меня немного осталось, мне ее будет достаточно. Свекла, морковь, несколько горошин черного перца и 1 ложка соли, 2 ложки сахара столовых и 1 литр воды. Для начала нам нужно нарезать такими довольно крупными, примерно такими кусочками эту капусту. кружочками или полуколечками свеклу и колечками морковь и все сложить в баночку. Вот так вот я порезала все и теперь у меня банка большая, меньше не нашла, все закончились и слоями выкладывают. Капусту выложила несколько кусочков свеклы, несколько кусочков моркови, тоже когда она дойдет, приготовится капуста, тогда уже можно переложить баночку поменьше, если будет или какой-то контейнер с крышкой. готовится она будет около недели дольше, чем обычная квашеная капуста. Когда она уже станет, по цвету можно определить, когда она станет уже такого яркого цвета, тогда уже значит можно ее употреблять. кстати вот эту свеклу и морковь мы тоже с удовольствием едим, довольно вкусно получается. на рассол у меня уже закипает вода. Сегодня я также квашу капусту обычным способом. Кому интересно я оставлю ссылочку под видео или зайдите в мой плейлист кулинария и там найдете этот рецепт и много еще других рецептов. Мне этот способ нравится тем, что меньше морок и ничего не надо там заморачиваться, шинковать мелко, просто произвольными кусками. Порезаю и все. Вот так вот я все уложила. Теперь ждем воду, пока закипит и будем готовить рассол. Итак, вода у меня закипела. Высыпаем сюда соль и сахар, перец горошком и можно накинуть еще лавровый лист. Можно не кидать. Теперь пару минут дадим прокипеть этому рассолу. Потом необходимо его полностью остудить, чтобы он был холодный и будем заливать нашу капусту. Итак, вот наш рассол остыл. Теперь нам надо залить им капусту. Ничего процеживать не надо. Вместе с перцем, вместе с лавровым листом переливаем. Сейчас я достану деревянную лопатку и можно немного еще утрамбовать. И теперь оставляем в таком вот виде просто на столе. Я на кухне оставляю при комнатной температуре. Вот оно уже начало давать свет. До полной готовности она примерно 5 дней будет доходить. 4-5. Можно пробовать вообще. Потом просто закрываю крышкой и ставлю в холодильник. И постепенно она может в холодильнике очень долго храниться. Понемножку достаем и кушаем. Ничего промывать не надо перед едой, перед потреблением. В квашеной капусте очень много витаминов, витамин С. Если вы ее будете промывать, то все полезно и смоется. Просто в раковину. Просто достаем и кушаем. Вот такой вот рецепт. Пробуйте, экспериментируйте. Думаю, что вам тоже очень понравится. Пишите комментарии, какие рецепты с квашеной капусты знаете вы. Поделитесь со мной. Мне будет очень интересно. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на меня. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok